всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня мое видео будет о диплодении я немножко расскажу вам как я за ней ухаживаю и у меня еще 2 1 диплодения и 1 мандевила то есть пополнение коллекции чуть позже я их покажу и пересажу плеваться ну вот как вы видите моя она даже не красная а бордовая диплодения вся в бутонах у нее огромные цветки смотрите у него прям вот вообще бутоны такие красота конечно вообще кто не знает это растение 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 это произрастает в тропиках и субтропиках она конечно же светолюбивая и теплая она любит солнце но не прямые солнечные лучи такие рассеянные потому что если прямые такие солнечные лучи полуденные они будут конечно обжигать ее листочек у меня вот здесь вы видите три сорта это у меня желтая диплодения вот хоть у нее бутончики держатся сутки но их столько много что она постоянно цветет и они в раз вот распускаются 4 5 бывает и 6 и 7 распускается за один день очень красиво смотрится конечно и листья у нее посмотрите они такие светло-зеленые по сравнению с это диплодения и вот они рядом прям очень красиво смотрятся а это моя кудряшка она пока у меня не цветет но это очень красивый сорт розовый такой бахромой край края но я вот смотрю что у нее между листиков появляются почки я все-таки думаю что она должна вот-вот зацвести ну вот я сформировала вот такой пышный кустик я ее прищипываю усы периодически то есть я хочу чтобы растение было пушистое и все сейчас или прищипывать уже не буду я буду ждать от нее уже цветы я просто знаю что у многих диплоды не цветут и даже как бы можно сказать не растут вот что для этого нужно для этой красавицы я уже сказала что она светолюбиво но не прямые солнечные лучи потому что обжигает листья это первое во вторых у нее должен горшочек быть стесненный то есть ее пересаживать часто как бы не нужно вот пусть она она во первых когда заполняет корнями горшочек стеснение вот имеется да и она начинает свистеть и так же как и остальные цветущие растения все по мере разрастания корневой системы если давно не пересаживали то можно конечно добавить и грунта грунт я использую обычные универсальный но два раза в месяц я ее поливаю чуть подкисленной водичкой это очень хорошо сказывается на листве это раз и второе она любит конечно покушать я ее еще и подкармливаю для цветущих растений я стараюсь это делать ну наверно раз в 14 дней и еще я ее подкармливаю раз в месяц хелат железо это чтобы не было хлороза на листе а раз в 14 дней я подкармливаю ее фертикой для цветущих растений ну и все я ее не опрыскиваю и тем более когда она цветет нежелательно чтобы капли воды попадали на цветы они сразу портятся начинают то есть я никакие ванны и душевые я не устраиваю и не опрыскиваю я ее поливаю по мере пересыхания верхнего слоя почвы так как вот сильно переливать тоже не нужно и как бы пересушивать тоже нельзя то есть вот как бы золотую такую серединку можно найти и скажу конечно про зимовку зимовку я ей как таковую не устраиваю она у меня стоит на окне всю зиму комнатная температура она даже может у меня там один два цветочка на ней быть может не быть листья она не скидывает но я и хорошо подстригает всегда усы которые она выдает вот зимние усы я ее обстригают и все никакого холода ничего я такого не устраивают и конечно полив меньше полив меньше и удобряю зимой всего раз в месяц то есть я не прекращаю а то раз в месяц я еле конечно покажу это как бы все равно и для листвы потому что это горшечное растение все-таки ей нужно чем-то питаться то есть она совсем спячка такую не не уходит и как вы видите она у меня вот с весны начала цвести и цветение у нее обильно у нее пост очень много бутонов появляется укореняется диплодения ну в принципе неплохо ну по крайней мере у меня укореняется хорошо я могу сказать вот я ее укореняю я маме тут череночек отдала он такой маленький сидит и уже весь бутонок то есть она цветет с маленького возраста мне вообще-то тот чесор конечно нравится диплодения бортовый он такой крупноцветковый она так обильно цветет я конечно и дубликат ее конечно себе тоже оставила на всякий случай кто хочет поподробнее узнать как я укореняю у меня есть видео можете зайти на мой канал и посмотрите и вот пополнение моей коллекции это диплодения махровая розовая называется супер троппер у нее сорт а это мандевилла мандевилла сорт космос вай белые душистые цветы должны быть и вот посмотрите все-таки разница есть как бы вроде говорят диплодения мандевилла одно и то же они все-таки есть различие даже в листьях вот молодой черенок мандевилла посмотрите какой большой лист у нее у диплодения все-таки листья мельче вот она прям по листу очень сильно отличается вот видите вот диплодения вот это совсем мелкий листик у желтой конечно уже чуть погруппнее но он такой округлый но он все равно не такой то есть вот у этого взрослого экземпляра листья будут еще гораздо больше и желтой желтой извините и розовая махровая вот тоже у нее листья уже совсем тоже другие они конечно помельче не такие как у мандевиллы но они очень такие на ощупь такие знаете бархатистый лист рельефный и мне кажется что у нее вот здесь вот будет бутончик ну может быть конечно это и веточка пойдет не знаю я просто насыпала сюда универсальный грунт обычный универсальный грунт я немного добавила сюда пирурита и все я просто знаю что и в интернете конечно написано что диплодения любит кислый грунт там как для азари ну не знаю я вот на личном опыте я использую все-таки универсальный грунт и мне в принципе нравится как ведет растение в нем можете конечно использовать грунт для цветущих растений то есть продаются отдельные такие но я думаю что нет такой необходимости просто универсальный грунт и все я взяла свои любимые горшочки здесь 1,4 литра маленькие горшочки я конечно же керамзит дренаж на дно обязательно ну и здесь конечно отверстие тоже есть вот насыпала я керамзит и кстати всегда покупала раньше керамзит в цветочных магазинах вот эти маленькие пакетики а сейчас покупаю в строительном большой мешок 50 литров на 50 литров получается всего 200 рублей очень кстати выгодно кто еще не знает ну сейчас две лопатки положу и конечно же я им еще добавлю раз у меня есть удобрение осмотр он идет вообще для экзотических растений длительного действия у меня кстати килограмм вот на такой горшочек я вот так добавляю полную чайную ложку ну что мандевилка первая методом перевалки старый грунт я ей убирать не буду таким образом вот сейчас она у меня попрет и кстати вот не могу нигде сейчас купить с этим не знаю связано с карантином вот такие лесенки из бамбука конечно для диплодей не мандевилла это же ли она ей требуется такая опора и нигде нету не знаю что проблема у нас в городе с этим наверное придется наверное через интернет заказывать ну вот один я посадила очень быстро сейчас второй ну вот моя красавица а да и конечно же я поставлю ей вот такую вот с названием а теперь и плоды не махровую давно хотела такой цветочек я и наконец то он у меня появился я конечно очень рада сейчас добавлю тоже осмокотиком ну вот так вот я его перемешиваю чтобы он там разделили мне нравится это удобрение оно знаете оно как бы никогда не обожжет тут корни ничего потому что оно сразу не растворяется а со временем так тоже аккуратненько 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 ох это прям отлично горшочки мне вообще нравятся эти горшочки кстати эти горшочки я покупаю тоже в леруа мир ну вот пересадила своих красоток я теперь в моей коллекции 4 сорта я очень рада но со временем буду пополнять конечно свою коллекцию увидимся в следующем видео что ну я я Субтитры подогнал «Симон»